У Додона сорвался визит в Россию, значит, с абсолютной уверенностью вам говорю, что и Путин, президент России, и Мишусин, пример, отказались встречаться с Додоном, потому что, ну, встретиться, а понимают многие, что Додон будет потерпевшим на ближайших выборах президента, и как-то с потерпевшим, как бы, встречаться, ну, народ отказался, и Додон сейчас слезно просит, чтобы в ближайшее время хотя бы прилетел Дмитрий Николаевич Коза к Молдову. Для того, чтобы хотя бы подписать какое-то соглашение о предоставлении кредита, чтобы Додон мог хоть что-то рассказать для того гражданам страны, и показать, что его все обещания не были стопроцентной ложью, только на 98%. Уважаемый Дмитрий Николаевич Коза, я все понимаю, я понимаю и знаю по именно и по должностям всех тех, которые фабриковали, сфабриковали уголовное дело против меня. Я знаю, когда, во сколько к вам пришли и рассказали какие-то байки про меня. Поверить в это или нет, это как бы уже ваше право. Но касаемо Додона, Дмитрий Николаевич, вы жесткий человек. Я помню несколько совещаний когда-то с вашим участием. Я помню, как вы там всем раздавали направо и налево. И вот, зная вас как принципиального человека, я хочу понять одно. Но неужели вам непонятно, что из курицы сделать паштет можно, а из паштет превратить в курицу невозможно? Это ваша затея или это может быть, чтобы не послать в открытую Додона? Как бы это ваше право. Вопрос сегодня в том, что Додон в очередной раз хочет использовать Россию для того, чтобы хоть как-то выжить на ближайших политических, на ближайших выборах президента.